Всем доброе утро, мои хорошие! Начинается новый день и начинается новый влог. И так как Новый год еще пока у нас продолжается, новогодние праздники, я решила начать день с таких вот ярких лампочек, которые моргают на фоне елочки. Сегодня выходной, сегодня воскресенье. Я сегодня собираюсь ехать к дочке, а у нее сегодня доставка дивана. Сегодня диван должны новый привезти. И мне уже не терпится прям посмотреть, как он будет уже там у нас стоять. И очень хорошо, что его нам доставляют до Нового года. Вообще сначала нам сказали, что привезут его в январе, ну в начале января. Но было очень грустно от того, что Новый год без дивана на кухне. Кухня большая, и большой телевизор уже есть. И очень хотелось бы на новом диване этот телевизор смотреть в новогоднюю ночь. Но я надеюсь, что сегодня нам доставят его, соберут, поставят. И мы уже будем радоваться полноценно, как положено, в Новый год на новом диване. Ну а я сейчас пока кофе пью, монтирую видео, и уже буду собираться, и мы уже, наверное, встретимся у дочки. Погода, конечно, нас не радует. У нас сейчас дожди. Перед Новым годом, не знаю, подморозит или нет, но вроде бы теплая температура плюсовая у нас на Новый год будет. Так что у нас будет слякотно и пасмурно. Но погода Новый год нам не отменяет. Я надеюсь, что все равно салюты будут, фейерверки. Потому что люди у нас любят петарды вот эти всякие пускать. И, надеюсь, Новый год мы увидим с балкона у дочки. Но я еще до Нового года домой вернусь. Я сейчас еду только на один день, а потом уже перед Новым годом поеду к ней уже Новый год встречать. Пока вроде бы так. Планы пока не поменялись. Хотя они у нас очень стихийно, очень быстро меняются эти планы. Все может переиграться. Мне без разницы, честно говоря, Новый год как где встречать. Потому что я в последнее время уже отхожу от всяких разных застольев, стараюсь от них отстраниться. Меня это утомляет. И я с удовольствием могу Новый год встретить вообще в своей собственной постели, под телевизором, смотреть телевизор и ничего не делать. Что мы будем готовить на Новый год, еще не знаю. Я думаю, что мы сегодня с ней это обсудим. Что делать, что готовить. Сильно наготавливать не будем, потому что пока что вроде бы никакие-то гости у нас не планируются. Поэтому дочка там потом уже ничего не ест. Вот я приготовлю у нее, оставлю еду. Потом она у нее остается, и она недоедает, и что-то там пропадает. Ну, в общем, надеюсь, что все будет нормально. Все съесться не пропадется. В любом случае, я собираюсь сделать оливье, без него никак. Для меня оливье это вообще главное блюдо. В новогоднюю ночь просто съесть оливье и больше ничего не есть. Тем более, что мы не пьем с ней. Надеюсь, просто скромненько отметим, как обычно. Хочу поотвечать сейчас на некоторые вопросы в комментариях. Одна подписчица настойчиво пишет и под одним видео, под другим видео. Смените прическу. И не надо вам такую прическу, где сзади подбрито. Покрасьтесь в черный цвет и отпустите длинные волосы и носите хвосты. Девочки, я же от этих хвостов как раз-таки ушла. Но я думаю, это подписчица, наверное, просто не видела мои предыдущие ролики, где я уже давно говорила, что я ношу такую прическу, которая мне удобна. Вот здесь ушки прикрывает, все хорошо. А сзади, чтобы никаких закулок, никаких хвостов, волосы, чтобы не мешали. И чтобы голова дышала. Так что я ношу прическу, которая мне удобна, которая мне нравится. Вот она мне нравится внешне, и она мне удобна. Все срослось. Вот такую прическу я и ношу. Еще одна подписчица мне написала под видео, там, где макияж я делала, ну, узнайте, от какой косметики у вас слезятся глаза. Ну, вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Когда я красилась раньше, вот на работу еще ходила, я красилась, но потом я стала замечать, что от той же самой косметики, которая постоянно красилась, у меня уже стали вот как бы побаливать глаза уже во второй половине дня. Я сначала перестала красить тушь, только тени красила и тоналку. Потом у меня уже как бы и от теней стали глаза болеть. И в конце концов, сейчас я могу сказать, у меня уже начинает дискомфорт появляться уже, как только я наношу тоналку. И тоналку я наносила разную. Любые тени, любая тоналка, даже просто обычный крем для лица, уже к вечеру у меня начинается дискомфорт, мне хочется глаза умыть, они вот как-то начинают печь. Ну это просто уже какая-то вот видимо особенность, может быть, чувствительность вот слизистой в глазах, поэтому может быть у меня просто вот такая реакция на любую косметику. Поэтому я косметику вот на глаза не наношу, мне очень хорошо, мне комфортно. Я могу, конечно, нанести косметику, но ненадолго, там 2 часа, 3 часа, и мне хочется уже все это смыть. Поэтому наношу на какой-то особый случай так, чтобы ненадолго, не на целый день. А сейчас я снимаюсь, вот просто обычный крем для лица и губная помада, все. Ну вот я сейчас поставила свет так, что подсветка у меня светит, и у меня лицо, в общем-то, выглядит нормально, и мне вполне устраивает мое лицо, поэтому я крашу светка. Ну, в общем, краситься я сегодня не планирую, потому что я уже собираюсь ехать к дочке, там будет вообще не до косметики совсем. Ну, пока вроде бы на вопросы на все я ответила, если какие-то вопросы еще интересные какой-нибудь будет, на которые там длинно не ответишь в комментариях, я просто отвечаю во блогах, чтобы вы знали, кто не знает еще этого. Ну, все, девочки, пора бежать и делать дела. Тоже, да? Тоже на маме перекрестил в блогах? Да. Ну, все, я у дочки, ждем диван. Вот-вот, уже должны скоро позвонить и привезти. А пылесосик тут уже бегает, моет полики. В общем, девочки, вот так я выгляжу, хочу сапушки другие купить себе. В общем, решила я прогуляться в торговый центр с дочкой, с внуком и посмотреть какой-нибудь лук для себя новый. А у меня уже лук есть. Ух ты, какая гламурная. И эту маску сегодня Катерина, сестра моя, привезла мне на Новый год подарочек. Да. Ну, все, пойдемте. Дорога в горизонт. Давно, девочки, не снимала я дорогу для вас, да? Ой, стеклышки у нас что-то тут были чистенькие, заляпались немножко. Простите, пожалуйста, пожалуйста. Вот так? Да. Ну, мы едем в горизонт. Да, это мы вот сейчас ехали по Ленина. И на Нагибино сейчас сворачиваем и выезжаем. По прямой осталось уже немножко нам. Плохо, да? Плохо помылось, да. Оно плохо моется. Что-то нечетенькое, да? Плохо моется. Раз фокусировала. А, ты не налила просто туда. Почему налила? Оно плохо помылось. А. Ну, ладно. Видишь, вот, не вымывается. Ай, хотела снять вам дорогу, но не получается ничего. Ничего не получается. Так плохо видно, да? Ну, так плохо видно. Ну, ладно тогда. До свидания. Еще и девочки пока не нашла. Ботиночки. Девочки, короче, обошли мы несколько магазинов уже. В общем, я говорю, куртку пока смотреть не будем, пока не купим обувь. И, в общем, мне очень трудно что-то подобрать. Мало того, что размер 41 ноги. И еще хочется, я не знаю, ну так, еще примерно знаю, что мне хочется. Не везде есть такой фасон, который мне нужен. В общем, короче говоря, ищем. Я говорю, пока обувь не купим, ничего, куртку пока не будем покупать. Потому что мне обувь купить сложнее с моим 41 размером. В общем, девочки, если даже обувь я не куплю, по крайней мере, хотя бы покажу вам, какой красивый торговый центр. Смотрите, как все нарядно. Везде лампочки сверкают. Просто прелесть. А мы бегом-бегом ныряем по всем обувным магазинам сейчас. Маме ботинки нашли такие симпатичные. Мне вот нравится. По длине нормально. Ее размеры есть редкие. Сейчас померят, закежем. Я что-то не заправила. Плотные. Да. Зашнуровала, как мне надо. Ну. Я обдулась, не пошла. Надо бы, не волнулись, не пошла. Да. И самое главное, что у них тут по моей ноге. Так мне надо посидеть. У них высоко обрушение староподошек. Она снижает наброску, сказано обрушение. Да, они хорошо смотрят. Да, они смотрят туда, уже не стоят стиль. Та-дам! Поздравляем, мамыч Оля. Ой, девчонки, купила я крутые себе ботинки. Одень масочку. Ну я что, должна что-то сказать. Не надо, я все за тебя скажу. Сейчас тебя выгонят. Та-дам. Все, поздравляем, поздравляем. Покажу уже дома. Да то, что мерила, то и купила. Ты сняла, да? Теперь главное образы подобрать под это все. Решила взять. Да, сто лет не была в ТЦ. Куртку осталось взять. Ну, в общем, гулять так гулять. Да, бабуля гуляет. Ну все, ботиночки купили, девочки. Идем к машине. Сейчас покажу вам. Девочки, ну, во-первых, кнопку я сюда наконец-то поставила. Вот на этом месте кнопки у меня не было. Кнопка здесь. Здесь все нараспашку. Мне уже стало легче. Я могу еще потерпеть. Потому что мы уже ходили-ходили. И уже все, магазины закрываются. И, в общем, куртку мы не нашли какую. Хотелось бы мне. Поинтересуйся, может, кто-то из своих зрителей. Ну, как бы во многих масс-маркетах маленького размера нет. Размеры заканчиваются где-то на Excel женские. Во всех практически магазинах. Вот кто знает, где... Мой масс. Кто знает, где... Что она у меня такая бриллиантовая? Кто знает, где в торговых центрах можно посмотреть вот именно куртки, где будут размеры 50-й, 52-й. Вот, может, кто-то тебе посоветовал в комментариях? 50-й мне мал. 52-54, походу, мне мал. Так, ешь ботинки, девочки, отделок. Мам, я кайфую. Так, мама хочет все-таки на себя со стороны потом посмотреть. Я хочу понять. Мне шканишки надо будет другие потом, да, прикупить. Ботинки, конечно, супер. Ботинки, от них я их не шу. Тебя, думаешь, слышно? Мама говорит, плясать готова в ботинках, они такие удобные, классные. Вот она танцует, радуется. Всем доброе утро. Проснулась я у дочки. Сегодня, я смотрю, вроде бы такой солнечный день. Небо чистое. Очень хорошо. Ну, я чувствую, так, морозец пока немножко есть. Но будет сегодня плюсовая температура у нас. Ой, хорошо-то как. Так, что нам сегодняшний день принесет, не знаю пока. Чем тут Денечка занимается? Ты пылесосишь? Коврик надо поднять с пола. Давай, коврик поднимем, Дэй. Давай, давай, поднимем коврик. Поднимем, потому что колесо должен убирать. А коврик мешает ему. Все, пойдем макаронки кушать. Пошли макароны кушать, пойдем. Макароны с мясом вкусненькие, пойдем. Про Буратино посмотрим сказку, Дэй. Так, милочка, твой домик заняла. Дэнни. Кошечка. Ты все, не пускаешь никого в свой домик, да? Это твой домик теперь? Не пустишь меня туда? Ты чего там на меня нападать пытаешься? Ты киська. Ты в домик пошла? Пошла в домик, милка? О, бежала. Скажи, не снимайте меня. Не надо меня снимать. Все, домик приглянулся, милки. Девочки, я нашла видео, которое называется аквариум. Самый там расслабляющий аквариум, что ли, так называется на ютубе. Включила и кайфую. Вот можно просто как фон включить, и там видео где-то на два часа почти. Вот это интересно прям. И там 4К, качество очень хорошее. Да, здорово вообще. Можно лежать, смотреть, кайфовать, выключить свет. Дочка пошла погулять с подружкой там по торговому центру. Решила отдохнуть чуть-чуть от нас. А мы с Денечкой дома отдыхаем, да. Деня, он там мультики смотрит. Сам включает, сам выбирает. Короче, ему там нравится. Я тут на диване кайфую. Завалилась в подушках. Все отдыхают, короче. Все получают удовольствие. Я сегодня ночевать останусь тут. Завтра уже утром поеду домой, и уже буду заниматься дома своими делами. А еще вот такое видео называется Самые яркие, красивые краски природы или что-то такое. Тоже здорово. Там просто в поисковике можно набрать 4К, и там вот выйдут несколько таких вот фильмов. Классно. Включите музыка такая, как фон. И красивые краски вообще. Можно даже отдыхать вот при этом все. Мне нравится. Кому из вас нравится тоже, девчата, напишите в комментариях. Ой, просто красота вообще. Девочки, а диван я вам показала какой, да? Вот такой же диван угловой нам привезли. По цвету он как раз подходит. Вот тут вот внизу выдвигается. Можно его разложить и спать на нем, если что. Но на нем очень здорово. Нам сидеть, телевизор смотреть отсюда. Сюда на подушках, сюда на подушках. Здорово. Я тут еще вот одну подушечку вот так вот положила. Тут села, ножки вытянула. Классно. И Денечка, и мамочка. Все мы всей семьей тут сидим. Кайфуем, короче говоря. Ну, все. Денечку я спать уложила. Дочка еще не пришла. Но я уже сейчас укладываюсь тоже спать. Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Я уже переместилась домой. Сегодня с утра пораньше. Приехала домой. И вот сейчас распаковываю, что у меня тут хоть разглядеть, рассмотреть. Ну, вот мне дочка подарила новую стойку, на которой я вот снимаю сейчас. Но у меня там ножка одна уже немножечко там сломалась. И я у нее просила, чтобы она мне новую стойку заказала. И, в общем, она такая же, только черненькая. А у меня серебристая. Ну, и такой же высоты. В общем, все то же самое. Ну, я очень рада. Я счастлива. Я ее ждала. И сейчас я перемещу на новую стойку. И уже буду пользоваться новой стойкой. А маленькую тоже буду использовать. Если мне нужно будет что-то вблизи, там на столе ее поставить. Я сложу одна. Она у меня будет коротенькая. А эта будет у меня длинная. Еще дочку я попросила. Она пока вчера по торговому центру гуляла. Я ей сказала, говорю, давай купи мне, пожалуйста, занавесочку беленькую. Если ты там будешь, где-нибудь увидишь, нужна беленькая занавесочка. Мне на стену, там, где у меня вот эта зеленая висит, я хочу ее поменять и повесить беленькую. Но я новенькую, может быть, повешу на окно. У меня там беленькая такая же. А то, может быть, перемещу. Но, когда я все это поменяю, я вам уже сниму, покажу, как это будет выглядеть. Вы увидите обязательно. Ну и, конечно же, я очень рада новой обуви. Я просто счастлива, необычайна. Вообще, вы знаете, я совсем не ожидала, что мы с ней рванем в этот торговый центр. Потому что я, когда к ней ехала, ну, я, как обычно, по-простецки одеваюсь, потому что я на такси прыгнула. И уже, в общем, возле подъезда у нее вышла. И больше никуда я не хожу. Поэтому я одела то, что мне удобно. Естественно, я одела бежевый этот костюм. И ничего другого у меня не было. А потом я просто с ней поделилась своими мыслями. Я ей сказала, что вот хочу я поменять обувь. И куртку мне хотелось бы тоже поменять. Ну, соответственно, шапочку тоже уже под новый образ. И я в интернете там порылась. Я ей показала, какие приблизительно, в общем, я хочу такие полусапожки, как бы ботинки, типа спортивного что-то стиля. Потому что мои сапоги, они уже немножко, видно, разношены. И вот они как-то на ноге болтаются, выглядят громоздко. И они тяжелые. Они, конечно, качественные, хорошие. Но они тяжелые. И вот хочется уже что-то другое. Вот новую обувь. А с обуви надо начинать. Потому что вот у нас был с ней разговор, с чего начинать. Сверху или снизу. Но так как у меня редкий размер обуви, у меня 41-й, поэтому мне трудно найти то, что я хочу, именно такой вот модель. И еще вот этот редкий размер, цвет там, чтобы подошел то, что нужно. Поэтому я говорю, так как мне сложнее выбрать обувь, на обувь мне денег не жалко. Потому что обувь ногам должно быть комфортно. Когда комфортно ногам, тогда и все тело тоже себя чувствует комфортно. Поэтому вот я и говорю, что нужно начать с обуви. Подобрать мне обувь, найти какая подойдет мне, чтобы она понравилась. И модель, и все. И цвет, чтобы подошел. А оттуда уже будем плясать сверху. Но так как мы уже поехали в торговый центр вечером. Мы, конечно, облазили там все магазины. Быстрее, быстрее. Бегом, бегом. И вот эти я выбрала, померила. Они мне понравились. Мы потом еще походили там, посмотрели. Ну, в общем, ничего лучше не нашли. И я очень довольна. Они такие классные. Они на ноге сидят прям плотненько. И ногам комфортно, и все. И то, что они дороже, чем я, как бы, думала подешевле. Думала до 10 тысяч купить. Но чуть-чуть дороже. Там 12, мы уже со скидочкой заплатили. 12 или 12 900. В общем, короче говоря, они такие классные. Они мне нравятся вообще. Вот я сейчас приехала. Я в них кайфую. Хочу показать вам ботиночки вблизи. Вот мне нравится, что здесь есть, слава богу, молния. Теперь я могу по ноге зашнуровать. И потом просто снимать, одевать молнию. На тех сапогах у меня молнии не было. Приходилось все время наклоняться уже в шубе, в пальто. Шнуровать это было неудобно. Здесь внутри мех. Они эти тепленькие. Там мягкая очень такая вот стелечка. Тоже все на меху. И в общем, толстая подошва. И ноги мерзнуть не будут. И по ноге сидит отлично. Ну, в общем, они стоят того. Эти ботинки классные. И то, что я хотела. Вот спортивный стиль. Я то, что хотела, то я и получила. И сейчас просто я уже вот хочу. Но пока сейчас нету времени совсем бегать нам по торговым центрам. Потому что уже до Нового года осталось два дня. И мы сейчас будем уже быстренько готовиться к Новому году. Нам нужно также видео снимать и монтировать. Какие-то дела свои делать. В общем, закручивается спираль, закручивается, как я вам говорила. Вот поэтому ничего уже сейчас по торговым центрам бегать не будем. Решили это отложить до первых дней января. Я думаю, что уже торговые центры когда откроются. И мы спокойно уже Новый год отметим. И тогда вот найдем время также пробежаться и подобрать мне верх. Но также верх нужно, чтобы он подошел. И чтобы мне комфортно было. В общем, там тоже варианты. И также размер, так как в торговых центрах, в основном в магазинах размеры до 50-го, 48-го, самый большой или 50-й может быть. Но даже те несколько вариантов, которые мы забежали и померили, они мне вот самый большой размер берем. А он мне мал, он мне где-то в плечах жмет. То есть опять-таки понадобится время, чтобы это все обойти и выбрать мне какую-то другую куртку. В общем, хочу у себя новый лук на зиму. Зимний новый лук. Вот захотелось мне, я решила порадовать себя. Я думаю, что когда я буду уже выглядеть по-другому, в другой одежде, я буду себя чувствовать по-другому. И это важно. А что меня, кстати говоря, сподвигло на вообще вот это изменение одежды зимней. Это я когда сделала макияж, я увидела, как я могу выглядеть хорошо. Но для того, чтобы себя чувствовать хорошо, выглядеть хорошо и вот краситься, для этого нужно, чтобы одежда тоже, она нравилась, весь образ должен нравиться. Так что, вот видите, как-то так все спонтанно получается, все неожиданно, даже ничего не планировала. Естественно, когда я мерила сапоги в магазине и смотрела в большое зеркало, я понимаю, что, конечно, бежевый костюм, он не подходит даже под эти ботинки, да и под это пальто и все. Поэтому я знаю, что в комментариях напишут, что вот этот бежевый костюм туда не идет. Я знаю, девочки, и этот бежевый костюм я не буду уже одевать с этими ботинками. Я что-то подберу или у себя найду, или, может быть, прикуплю что-то другое, какие-то другие штанишки, брючки или что-то. Но, в общем, весь образ с головы до ног я хочу поменять новый, чтобы я выглядела шикарно в зимней одежде, на улице и так далее. Так что еще подарки меня ждут впереди, еще после новогодних праздников. Вот эти новогодние каникулы, магазины все будут работать и подарки еще у меня будут-будут. И все это вы увидите, естественно, я вас буду держать в курсе. Ну, а сейчас, девочки, я хочу свой влог закончить на этом. Влог этот выйдет уже 2 января, скорее всего, потому что я так подумала, что 31 декабря и 1 января, в общем, вам будет не до просмотра. Поэтому уже 2 января я выпущу этот влог и уже Новый год у нас наступит. Поэтому я хочу всех поздравить уже с Новым годом, пожелать, девочки, вам всем всего-всего хорошего, счастья, хорошего настроения, здоровья обязательно всем, исполнения желаний, исполнения мечты, чтобы Новый год был, естественно, и будет, я уверена, лучше предыдущего. Спасибо вам за поддержку, спасибо за хорошие комментарии. Вы мои прям как подружки все, кто-то пишет, что даже к моим влогам относятся тоже, вот как подружку меня слушает и смотрит. И спасибо вам всем. В общем, я вас всех целую, всем счастья, счастья, здоровья, здоровья, исполнения желаний, мечты, всего хорошего вам желаю, всего хорошего всем. Ну и все, на этом я видео свое заканчиваю, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан и до новых встреч, девочки, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok